Гражданская война в США 1861-65 годов Это одно из самых загадочных и искаженных исторических событий постпотопного мира второй половины 19 века. Сам этот постпотопный мир начинается в 50-е и 60-е годы того самого 19 века на обломках мира межпотопных империй. Я считаю это время началом той формации, в которой мы с вами сегодня и живем. В своих работах по восстановлению реального прошлого я называю период времени от потопа 1842 года по настоящее время нашей цивилизацией. Она и возникла на обломках межпотопной. В свою очередь межпотопная цивилизация возникла на обломках античной, погибшей в результате войны и глобальной катастрофы конца 17 века. Конечно, в переводе на современное летоисчисление. Летоисчисление античной цивилизации было совсем иным. Но в этом фильме именно о событиях, заложивших основы нашей современной цивилизации. А эти основы как раз и были заложены в первые же десятилетия после потопа, то есть в 50-е и 60-е годы 19 века. Одним из ключей к пониманию произошедшего является та самая американская гражданская война. Выводы, которым я пришел, работая над этим фильмом, помогут нам понять то, что происходит и сегодня. Происходит в резко меняющейся, в связи с недавними событиями, действительности. Многие, кстати, еще до конца не поняли, что же произошло на самом деле и что будет происходить дальше. Чему мир должен прийти после? Ответы кроются в реальном состоянии этого мира средины 19 века. Что же от нас скрыли фальсификаторы? Фальсификаторы конца 19-го, начала 20-го веков. Тюменский предприниматель Вадим Боков, прозванный в сети тюменским Илоном Маском, перевернул представление об уборке и разработал целую линейку беспроводных пылесосов. Пока американец думает о космосе, тюменский Илон Маск переосмысливает полезные в реальной жизни вещи. Разработки Тюмена Маска отметили Форбс. Форбс признали гаджеты Кейс Гуру лучшими из недорогих и самыми недорогими из лучших. В отличие от китайских аналогов, тюменские роботы-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 см. Расход зарядки тюменцев ниже, а вот контейнер для пыли объемнее. Можно чистить и заряжать пылесос после 2-3 уборок. В линейке есть вертикальный пылесос с невероятной силой всасывания. По весу он легче Дайсона. Сила всасывания у этой модели на 20% выше, чем у супер дорогого британского аналога. Уборка эффективнее, а цена в 6 раз ниже. Мойщик от тюменского Илона Маска чистит без участия владельца. Робот сам подает себе воду, сам полирует. Намертво прилипает к поверхности и не отваливается. Мойщик подходит для окон, зеркал, дверей, плитки. Для всего, чтобы раньше мыли вручную. Покупайте подарки по ссылке в описании или QR-коду на экране. Вводите промокод SPIK2403 и получите скидку аж в 500 рублей. Я предположил истинные причины происходящего. Именно мой взгляд является глобальный экономический кризис перепроизводства и обострение борьбы внутри мировых элит. И по-моему все это закончится только после того, как мировые центры перераспределятся. Тогда же, пожертвовав огромной своей частью, восстановится после экономического кризиса и производственный сектор. То есть тот самый производительный капитал. Кризис перепроизводства, разгоревшийся в 2008 году, неуклонно снижал цену на сырье, товары и услуги ниже их себестоимости. В этом и есть смысл кризиса перепроизводства. А все капиталистические экономические кризисы именно такие. Так что сегодня борьба финансового и промышленного капитала только разгорается. Кто из нее выйдет победителем, неизвестно никому. А мы с вами постараемся понять происходящее сегодня, снимая слой за слоем шалуху исторических фальсификаций с изначальных процессов, происходивших при формировании так называемой нашей цивилизации. Точка отчета которой являлся потоп средины 19 века. Итак, берем рубанок и снимаем первый тонкий слой шалухи фальсификаторов, покрывающий реальную историю гражданской войны в США. Официальные исторические источники дают нам полное название американской гражданской войны. Оно звучит так. Гражданская война севера и юга 1861-65 годов. Но что же значит само понятие гражданская война? Словарь нам дает ее определение. Организованная вооруженная борьба за власть между классами и социальными группами внутри страны. То есть борьба именно за государственную власть внутри страны. Но вот в той войне юг не собирался захватывать государственную власть и свергать правительство Линкольна. Задача юга, как оказывается после анализа множества различных источников, была просто независимость от севера. Но скорее всего даже эта вырисовывающаяся из анализа задача юга не является истиной. И этот юг от севера, как тоже оказалось, кардинально отличался. Здесь и вырисовывается главное предположение. А были ли эти так называемые южные штаты вообще в одном государственном образовании с северными? Различия между севером и югом колоссальны. Что в корне противоречит утверждению историков о едином США до 1865 года. Население юга перед войной составляло 12 миллионов человек. Из них 9 были белыми. А всего лишь 3 миллиона ***, то есть потенциальными рабами. Но от плантаторов на этом юге было всего лишь 50 тысяч человек. То есть, если прибавить к этим 50 тысячам человек плантаторов 3 миллиона рабочих, тех самых цветных, от общего количества населения юга получится всего лишь около 25%. А если еще учесть то, что не все из этих 3 миллионов цветных работали в сельском хозяйстве на плантациях, процентное соотношение производительного населения к сельскохозяйственному будет еще меньше. В сельском хозяйстве большинства стран мира сегодня занято вообще менее 10% населения. 20-25% сельскохозяйственного населения на время средины 19 века – это очень низкий показатель. В сравнении с Российской империей тех времен этот показатель вообще ничтожен. В России в сельском хозяйстве было занято аж 70%. Итак, по занятости населения в южных штатах больше похоже, что они были именно промышленными, а не сельскохозяйственными, как об этом пишут историки. Что в этих южных штатах делали остальные, а их было 8 миллионов 950 тысяч человек. Если от 12 миллионов общего количества населения отнять 50 тысяч плантаторов и те самые 3 миллиона... А у нас очередная веселая история. В общем, очень интересно работать в нестабильном мире, где правила игры постоянно меняются. За время продажи наших книг мы поменяли несколько площадок хранения и доставки. Выбрали ту, что на наш взгляд была самой удобной для заказа и самая быстрая по доставке для наших зрителей. Хорошо мы с ними поработали 4 месяца. И казалось бы, только успокоились, как они решили поднять цену за хранение в 6 раз. Вот такой сюрприз. Итак, запускаем глобальную распродажу на нашем сайте ispeak.ru. Для самых быстрых книги будут ниже себестоимости. Если вы давно хотели, но не получалось приобрести, то сейчас самый выгодный момент. Спасибо вам за поддержку. Вывод очевиден. Основой экономики Южных Штатов была промышленность. И в этой промышленности было занято 70 или 80% их населения. В общем, как и сегодня в большинстве промышленно развитых стран. Но официальные источники нам говорят о том, что Южные Штаты были целиком сельскохозяйственными. И сильно отставали от северных. Итак, снимем еще один слой шалухи фальсификатора. Мы с вами уже четко представляем, что историческая фальсификация, внедренная всего лишь через два поколения, становится официальной историей. Этот социально-психологический вопрос я рассмотрел в фильме «Это первый недофильм об искажении новейшей истории и красивых кошечках». А история гражданской войны в США получила свою академическую версию как раз в начале 20 века, то есть через два поколения. Но статистические документы, находящиеся, кстати, в общем пользовании, на них почему-то, как обычно, фальсификаторы не обратили внимания, говорят нам совсем об обратном. Южные Штаты, оказывается, были аж в полтора раза богаче северных по доходу на душу населения. Прослеживаются в них и следы развитой промышленности. Южные Штаты или просто Юг имели такую же, как и северные, железнодорожную инфраструктуру. Вообще, эта американская железнодорожная инфраструктура средины 19 века была самой большой во всем мире. Промышленность Юга выпускала не только первые в мире бронепоезда, но пароходы и даже броненосцы. Вот вам и отсталые сельскохозяйственные Южные Штаты, погрязшие в труде крепостных на плантациях. Я не зря заменил слово раб на слово крепостной. Параллель какая-то уж очень прямая. В 1861 году в Российской империи отменили какое-то крепостное право. Но крепостное право и рабство это вообще отдельный вопрос. То, что было реально, очень сильно снова затерто фальсификаторами. И так, хотя и зыбка, но уже начала вырисовываться совсем иная картина. А я все ближе приближаюсь к гипотезе именно об интервенции севера на независимый от него юг. Причины же всех войн, как мы знаем, чисто экономические. Наиболее сильный в таких войнах победившая во всех известных войнах сторона всегда отнимала часть или поглощала всю экономику проигравшей. И именно с этой целью войны и начинались. То же самое произошло и после так называемой гражданской войны в США. Север полностью разрушил и поглотил экономику юга. Но, как обычно, в этом вопросе, скорее всего, все еще на порядок сложнее. Что же произошло? Почему сразу после потопа 1842 года вдруг север напал на юг? А эта война именно так и выглядела. Ответ на этот вопрос раскрывается в европейских событиях. Точно так же сразу после потопа Британия на десятилетия раньше, в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, устроила европейские революции, получив себе в союзнике так называемую Францию с замененным правительством. А дальше с этой Францией Британия начала захват мира. Также она начала развал всех своих конкурентов изнутри. А конкуренты ее, как мы знаем, были в Европе. Но я все-таки думаю, конкурент был один. Сегодня он скрывается за флагом двуглавого орла. В своем недавнем фильме, вот почему всего через 5 лет после потопа мир захватили они, я высказал гипотезу о том, что до потопа 1842 года, в результате низложения Наполеона, большая часть мира представляла из себя Священную Римскую Империю, которая являлась конфедерацией множества княжеств, королевств, герцогств и даже царств, находящихся в большей части Европы и Америки. Столицей этого объединения был Санкт-Петербург, имперскими чиновниками в котором были представители всех европейских народов. До Санкт-Петербурга столицей Священного Рима была Вена. В фильмах из плейлиста «Межпотопная цивилизация» я представил свою гипотезу о том, что Санкт-Петербург сразу строился на обломках античного города, как столица Священного Рима. Управлялся Священный Рим после низложения Наполеона тройственным Священным Союзом, председательствовал в котором император Александр I. Также в этот союз входил Франц Австрийский и Фридрих Прусский. До низложения Наполеона Священным Римом управляла Тетрархия. То есть четыре императора. Четвертым и был Наполеон. Каждый император Тетрархии представлял в Священном Риме не только свои территории. Больше он представлял определенное направление, религию или идеологию. То есть религиозно-социологическую модель общественного устройства. Сегодня конечно очень сложно понять, какие модели представлял каждый из тетрархов. Что это были за именно четыре модели. Это я думаю понять только предстоит. Но после глобальной катастрофы средины 19 века в мире произошли необратимые процессы. Выдвинувшие на первое место одну из этих идеологий. Существующую и ранее внутри всеобщего Рима. Так британский филиал Остиндийской торговой компании. На менее всех пострадавшим от потопа острове. Сконцентрировал самые передовые технологии, финансы и военную силу. Далее так называемая Британия устроила революцию в бывшей области Священного Рима. Которую мы сегодня знаем как Франция. Сменив там управление и правящие классы. Британия вместе с Францией начала колониальный захват территорий. В Европе она действовала изнутри. Разваливая бывшие области Священного Рима. Которые потом становились отдельными государствами. А вот в Азии, Африке и Америке англо-французы вели колониальную войну. Менее чем через 10 лет после потопа. Британцы захватили остатки территории империи Великих Моголов. Это была еще одна межпотопная империя. Принявшая на себя весь удар катастрофы этой средины 19 века. В общем англо-французы-капиталисты разваливали остатки Единой Священной Римской империи. А также захватывали опустевшие территории других межпотопных империй. В большей части это была империя Великих Моголов. В конце 60-х, начале 70-х годов 19 века. Торговая федерация все-таки разбила Священный Союз на три новых территориальных империи. Австро-Венгерскую, Германскую и, видимо, Российскую. Далее, к началу 20 века, британцы обхитрили Российскую империю, втравив ее на своей стороне в Первую мировую войну, где Российская империя сцепилась с Германской и Австро-Венгерской. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем. Своё существование прекратили все три. По итогам уже Второй мировой войны, торговцы подчинили себе остатки двух из этих трех империй. Часть Германии и Австрию. Но другую часть Германии, бывшей Германской империи, а также Венгрию и Чехию, часть Австро-Венгрии, подчинил себе Советский Союз. Сам же Советский Союз представлял из себя ту же Российскую империю, только в ином виде. СССР очень сильно усилился по итогам Второй мировой войны, распространив свое влияние на большую часть Евразии. А в общем, история, если посмотреть на нее под немного другим углом, намного сложнее и интереснее. Вернемся в США 1861-65 годов. Очень похоже на то, что здесь происходили события, аналогичные европейским. Пробританский Север захватил Проримский Юг. Полная аналогия подчинения Британии Франции. Только на европейском континенте это было сделано через революцию, а на американском через интервенцию. То есть, торговые и капиталистические силы Севера захватили старорежимный, так сказать, Священный Римский Юг. А до катастрофы средины 19 века, этот Север и Юг были просто конфедеративными частями Священной Римской империи. Но при этом самостоятельными частями, точно такими же, как была Британия и Франция на европейском континенте. Такими же частями была и Пруссия, и Россия, и Чехия, и Венгрия. Только одна поправка. Австрией Восточным Рейхом называлась тогда вся Европа, а не современная небольшая страна, являющаяся реально фамильными владениями Гасбургов. То есть, Австрия – это вся Европа, она является правой головой двуглавого орла. А то, что якобы называлось Североамериканскими Соединенными Штатами, было реально левой головой орла. Вместе они и составляли тот самый герб. Герб Священной Римской Тетрархии, а затем Тройственного Священного Союза. А флаг с этим гербом развивался над Санкт-Петербургом. В общем, пока грубими стишками, я наметил что-то похожее на реальную картину. И снял первый слой шелухи событий 1861-65 годов. Событий на североамериканском континенте. Как по-настоящему до 1865 года назывался Север и Юг, а если глубже копнуть и сами Соединенные Штаты, сегодня нам неизвестно. По-моему, страна с таким названием появилась только после этой гражданской войны, объединив этот Юг и Север. В этом анализе мне помогла статья из LiveJournal. Ее написал еще в 2008 году автор под ником Миколай Малухом. Название «Кое-что о гражданской войне в США. Точнее, правда». В этой статье автор привел множество фактов, подтверждающих мою гипотезу. Привел он и массу статистического материала. Он подробно разобрал и южан, и северян, и раскрыл истинную суть их войны, которая сводится опять же к одному. США в современном виде в то время только и образовалась путем поглощения неким севером некого юга. Но как бы эти территории не назывались реально, и север, и юг были областями в конфедерации западного американского Рима, являвшимся одной из двух основных частей Священной Римской империи межпотопного периода, которая после глобальной катастрофы средины 19 века начала свой развал на множество самостоятельных государств. Но самостоятельными, опять же, только на первый взгляд. Да, эти новые государства придумали себе флаги и языки. Но зависимость от разных еще священно-римских центров влияния у них осталась. В следующих работах я более подробно рассмотрю сам ход гражданской войны в США. Рассмотрю я и истинное значение в ней как британцев, так и русского флота. Кто же реально осуществлял морскую блокаду юга? И кто же реально из них поддерживал север и юг? В исторический период 1861-1865 годов вообще бурлил весь мир. Войны происходили в различных его уголках. Но во всех этих войнах мы видим присутствие той самой Британии. А кое в каких присутствие России. В переводе это означает то, что новая капиталистическая формация священного Рима боролась со старым режимом. А этот старый режим римской аристократии и представляла так называемая Россия. Но причина этих войн была одна. Священная Римская империя делилась. Торговая федерация распространяла свое влияние все на большие ее территории. И снова я повторю то, что я говорю в каждом фильме. Я не знаю, какая общественная формация лучше или хуже. Торговцы это, аристократия или коммунисты. Я всего лишь пытаюсь восстановить события такими, какими они были. И на основе их понять происходящее сегодня. Одной из этой сил мы, или лучше сказать нашей прабабушке, кланились в пояс. Другой силе сегодня мы платим проценты. Что же нам простым людям терять, кроме своих оков? По-моему, золотой век справедливого общества исчез с наступлением Калиюги 666 лет назад, после Первой войны богов. Как оказалось совершенно недавнее, то самое античное общество, погибшее в конце 17 века, тоже было далеко не идеальным. Не говоря уже о межпотопной Римской империи, в которую к моменту потопа средины 19 века уже входила вся Сибирь и Дальний Восток. Как еще с античных времен, отколовшись от Великого Царства Царств, Рим продвигался по всему миру, я рассказал в своих фильмах. В этом фильме смысла это все повторять нет. Итак, пойдем дальше. Как я уже говорил, в межпотопную цивилизацию, на юге Азии существовала империя Великих Моголов. Там же в Азии существовала Чайна и Тибет. Вот, Османская империя, это для меня самая большая загадка, была ли она вообще. Но какими по сравнению с Римом были эти империи, сказать сегодня очень сложно. На их территории и пришелся основной удар стихии, или причины глобальной катастрофы средины 19 века. В своем недавнем фильме 95% из нас не поверят, боги погибли всего 300 лет назад, причем тут немцы. Я показал, как различные центры, образовавшиеся на территории Священного Рима, то есть Америки и Европы, пытались всю вторую половину 19 и весь 20 век собрать весь этот прошлый Рим вокруг себя. Да, пыталась это сделать и Германия в 1939-45 годах. Пыталась, видимо, и Россия в 1914, в противовес Германии, которая в первый раз пыталась это сделать тогда же. Но британцы оказались хитрее. Они не подчиняли Рим территориально, они подчинили его финансово. В итоге, после Второй мировой войны, их основной вочиной стал именно западный, американский Рим. На острове осталась только часть их управления. И после этой же Второй мировой войны, Западный Рим подчинил себе остатки Восточного. Западный Рим, напомню, это и есть США вместе с Канадой. Входило ли в этот Западный Рим межпотопного периода Мексика и Южная Америка, сегодня сказать очень сложно. Но как раз эти территории попали сегодня напрямую под Ватикан. Попали, минуя британцев. Многие считают, что это все единая сила. Но нет, Ватикан самостоятельный. Его роль после развала Священного Рима очень интересна. А в общем, после Второй мировой войны, поделен на два лагеря, оказался весь мир. Но далее, после развала Советского Союза, Европа, зависимая от Западного Рима, смогла объединиться с просоветской ее частью, развалившихся стран социалистического блока. Той же Европе или Восточному Риму удалось немного обхитрить Западный и создать Евросоюз над государственную систему европейского управления. То есть восстановить Восточный Рим. Но сегодня Западный Рим, похоже, начал рушиться. Рушится и Рим Восточный. Наша страна сегодня, как ни странно, стоит как-то особняком от обоих этих Римов. В общем-то так же, как она и стояла во времена Советского Союза. Западный Рим являлся мировым гегемоном со средины 20 века. Особенно с 90-х годов после развала Советского Союза. Он сам наплодил себе конкурентов за границами исконных римских территорий. Вот, скорее всего, и смысл всех современных событий. Похоже, чтобы сохраниться и не рухнуть окончательно, этот Священный Рим, и Западный, и Восточный, начинает трансформироваться из республики конца 20 века в империю. Но где же теперь будет его центр? Как думаете вы, как изменится мир после всех этих ограничений и изоляции? А этих ограничений и изоляции, как я думаю, будет еще достаточно. Но все же, то, что я сейчас предположил, и позволяет сделать вывод о новом центре Рима. Если Западный Рим действительно рухнет, я думаю, Рим Восточный точно попадет под другое влияние. А по результатам этих событий, похоже, придется поздравлять петербуржцев. Но это, конечно, пока больше похоже на шутку. У Западного Рима все-таки еще много ресурсов. И развал может настать не так скоро. А самое главное, это опять же может быть очень хорошо. Все грандиозные перемены в первую очередь негативно действуют на нас с вами, простых людей. Хотя, видимо, все еще не предрешено. Санкт-Петербург – это допотопный центр Рима. Он долго не проявлял себя. Неужели после вековой борьбы различных центров, отделившихся от Рима, собрать его вновь вокруг себя, пришла очередь именно Питера? Его, я напомню, и строили, скорее всего, как римскую столицу на руинах античного Великого Новгорода. Что же нам с вами все-таки ждать? Любая общественно-политическая система, как мы знаем из истории, ломается очень болезненно. Даже если она ломается без видимой горячей войны. Как разрушался без этой горячей войны Советский Союз, многие из нас видели воочию. И это было достаточно больно. Но, как и в любом ломающемся предмете, максимальные поражения при этой ломке получаются вместе изломом. Так, с совершенно разной степенью болезненности ломался и Советский Союз. И эта степень болезненности была совершенно разной по всей его территории. Но при ломке общественно-политической системы трещины проходят не только по территориям. Они проходят и по социальным группам. Развал Советского Союза вызвал массовые сокращения инженеров, рабочих и других производительных специальностей при разваливающейся советской промышленности. Как будет сегодня ломаться весь глобализированный мир? В 90-е мы видели, как ломалась лишь половина этого мира или Советский Блок. Тогда основной выигрыш получила как раз капиталистическая половина того мира. Но будущее, скорее всего, еще не определено. Не определен и весь механизм перестройки. А нам с вами можно пожелать лишь одного – оказаться не в месте излома. Ни территориально, ни социально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...